Славянский базар Здесь любил завтрак Чехов За Чеховом Женемирович Данченко и Станиславский создали Московский художественный театр Здесь же за деловыми ланчами московские купцы совершали многомиллионные сделки Не удивляйтесь такому началу сегодняшней экскурсии Сегодняшняя беседа пойдет о выдающемся русском враче, гастроэнтерологе, основоположнике отечественной клинической диетологии и нутрициологии Мануиле Исаковиче Певзнаре А учился он неподалеку отсюда на Маховой улице в старом здании Московского университета на медицинском факультете, который он и окончил в 1900 году Но стать студентом Московского университета Певзнару было непросто В течение двух лет он не мог поступить на медицинский факультет университета по причине наличия квоты на лице иудейского вероисповедания в высших учебных заведениях Российской империи И в этой связи полной противоположностью университету был так называемый Лазаревский институт восточных языков Он был основан в начале 19 столетия, там были гимназические и лицейские классы И, собственно, туда принимались мальчики от 10 до 14 лет, вне зависимости от их национальности и от их конфессии Именно в этом учебном заведении, в гимназических классах и учился Мануил Певзнар Хотя изначально само это заведение создавалось специально для детей из армянских семей И сейчас оно находится в армянском переулке, и это здание за моей спиной Обелиск перед зданием посвящен основателям этого учебного заведения, выходцам из армянской купеческой семьи Лазарянов-Лазарева И, собственно, именно здесь проходили гимназические годы Мануила Исаковича Певзнара Сегодня это территория посольства Армении Итак, мы на Девичьем поле, где, как вы уже знаете, в 1880-е годы появляется так называемый клинический городок При медицинском факультете Московского университета За моей спиной здание по адресу Большая Пироговская улица, дом 6 И сегодня здесь базируются кафедры факультетской и госпитальной терапии Разумеется, здание за моей спиной уже современное, Певзнар никогда в нем не работал Но на территории сегодняшней больницы Первого медицинского университета Есть сооружение, которое Певзнара хорошо помнит И сейчас мы с вами его увидим Храм Дмитрия Прилуцкого на Девичьем поле был построен в 1890 году Это первый храм, единственный на территории Москвы, который освящен во имя чудотворца Дмитрия Прилуцкого Одного из ближайших сподвижников и учеников преподобного Сергия Радонежского Основателя Первого общежительного монастыря на территории Русского Севера Это современный Спасоприлуцкий монастырь в черте современной же Волокты Изначально храм задумывался и строился как часовня для нужд клиники Но в дальнейшем, в 1903 году, часовня стала полноценным храмом В 30-е годы храм был закрыт, но продолжил служить людям, не духовно, физически Поскольку в здании храма проводились хирургические операции И функционировала лаборатория по пересадке органов В 1990 году храм был возвращен Русской Православной Церкви В 1930 году в Москве открывается клиника лечебного питания При Центральном институте усовершенствования врачей В дальнейшем эта клиника станет институтом питания Академии медицинских наук Более 20 лет клиникой руководил Мануил Исаакович Певзнер И располагалась она в здании за моей спиной по адресу Улица Воронцово поле, дом 7 Как видите, сегодня, к сожалению, это здание не имеет никакого отношения к медицине Мы находимся в районе Хамовники На улице, носящей имя отца отечественной нейрохирургии Николая Ниловича Бурденко До 1947 года эта улица называлась Долгий переулок За моей спиной огромный жилой комплекс, ради строительства которого был снесен ряд зданий Среди которых трехэтажный краснокирпичный кооперативный дом медиков Заря Построенный здесь в 1928 году Именно в этом доме до конца своих дней жил Мануил Исаакович Певзнер 23 мая 1952 года, возвращаясь после вечерней прогулки, он почувствовал себя нехорошо Это был повторный инфаркт миокарда До своего 80-летия Мануил Исаакович не дожил меньше месяца Новое Донское кладбище было основано в начале 20 века По причине переполнения старого некрополя на территории Донского монастыря Как до революции, так и после нее здесь хоронили чиновников, военных деятелей А также представителей творческой и научной интеллигенции Поэтому неудивительно, что именно здесь обрел вечный покой Выдающийся врач, терапевт, основоположник клинического лечебного питания в нашей стране Мануил Исаакович Певзнер Продолжение следует...